здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим процессы происходящие при брожении такие как сбраживание экстракта образование побочных продуктов брожения таких как высшие спирты альдегиды сложные эфиры сернистые соединения кислород редуцирующие вещества а также цвет пива начнем с сбраживание экстракта одним из основных явлений которые наблюдаются при спиртовом брожении является снижение концентрации бродящего сусла это связано преимущественно с главным процессом расщепления сахаров в этанол и углекислый газ из сахара более тяжелого чем вода образуется легкий спирт и углекислый газ который выделяется из пива поэтому концентрация сусла снижается непропорционально уменьшению сахара при сбраживании а значительно больше несмотря на это в практике принято определять уменьшение экстракта сахарометром и по его данным определять ход брожения экстракт определенный непосредственно в пиве освобожденным от углекислого газа является видимым содержанием экстракта м маленькая только в пиве из которого в результате испарения устранен спирт этанол можно после дополнения его водой до первоначальной массы определить действительное содержание экстракта n маленькая если уменьшение экстракта выразить процентах к первоначальной массе сусла p маленькая то получится величина называемая степенью сбраживания а именно видимая степень сбраживания рассчитается по формуле а действительная степень сбраживания рассчитается по другой формуле поскольку этанол содержащийся в пиве снижает величины видимого содержания экстракта по сравнению с действительным то видимая степень сбраживания пива всегда выше действительной другой величиной является достижимое или конечное содержание экстракта по которой высчитывается конечная степень сбраживания она определяется после сбраживания остатка сбраживаемого экстракта в пиве более высокой дозой дрожжей при высокой температуре, 20 градусов Цельсия, как видимое содержание экстракта. По разнице между достигнутым и видимым сбраживанием на практике определяется правильность брожения молодого пива перед перекачкой надображивания и готового пива перед розливом. Образование побочных продуктов брожения. Рост кислотности, PH. Молодое пиво по сравнению с исходным сумслом имеет более высокую кислотность. Его PH почти на целую единицу ниже. Кислотность повышает с одной стороны образующийся углекислый газ, а с другой стороны органические кислоты, которые являются побочными продуктами спиртового брожения. Нормальный PH пива от 4,4 до 4 единиц. По данным Деклерка, Мендлик обнаружил, что при главном брожении PH снижается приблизительно до 4,4 единиц. Сразу после сбраживания. Как только бродящее сусло будет насыщено углекислым газом. Последующее снижение происходит уже не только под влиянием углекислого газа, даже при перенасыщении, но и в результате образования органических кислот вследствие аэробного обмена веществ. PH перекачиваемого пива, как правило, не бывает ниже 4,3. Кислотность очень благотворно влияет на вкусовые качества пива и на его стойкость к биологическим загрязнениям и на биологическую стабильность. Конечный PH молодого пива почти не зависит от PH исходного сусла. Однако здесь проявляются буферы, содержащихся в сусле главным образом фосфаты, под влиянием которых PH пива не уменьшается ниже 4. Если предположить, что дрожжи того же типа содержат почти одинаковое количество кислот, то конечный PH пива тем ниже, чем меньше буферов было в сусле. Поэтому пиво, изготовленное из засыпи, содержащие заменители солода, главным образом сахар, имеют более низкий PH, чем пиво, полученное из чистого солода. При брожении сусла система буферов изменяется. С одной стороны, в результате потребления дрожжами фосфатов и при фосфорилировании, а с другой, вследствие образования органических кислот, которые в присутствии соответствующих солей функционируют как буферы. Влияние семенных дрожжей в целом незначительно, и вытекает из несколько отличающегося образования кислот отдельными расами дрожжей. Наконец, известно, что пиво из более интенсивно бродящего сусла имеет PH несколько ниже. Пиво, инфицированная кислота, образующими бактериями, имеет PH существенно ниже, чем пиво нормальное. Высшие спирты. Кроме основных продуктов при спиртовом брожении, как продукты нормального метаболизма белков, образуется небольшое количество высших спиртов. Согласно открытию Эрлиха, подтвержденному Торном, дрожжи сбраживают некоторые аминокислоты в соответствующие спирты. Аминокислота при этом дезаминируется и декарбоксилируется. Например, образуется 2-пентанол, изоамилолкоголь из лейцина, пентаноламилалкоголь из изолейцина, 2-бутанол, изобутилалкоголь из валина и так далее. В 1957 году Женевье и Лафон указали, что высшие спирты могут образовываться из сахаров иначе, а именно через уксусную кислоту по схеме. Содержание высших спиртов в пиве количественно и качественно зависит от состава сусла, главным образом от вида сбраживаемого сахара, мальтоза или мальтоза плюс сахароза, от вида и количества присутствующих аминокислот, далее от типа использованных дрожжей и нескольких других факторов. Аминокислоты сбраживаются в соответствующие спирты только в присутствии сбраживаемого сахара. Высшие спирты, сивушное масло, содержатся во всех бродильных напитках. В пиве они появляются уже в начале брожения и их объем возрастает в зависимости от температуры при брожении. По Энебо в пиве преобладает изопентанол 2-амилалкоголь вместе с оптически активным пентанолом амилалкоголь. В пиве Энебо обнаружил их в целом 44 мг на литр. Потом следовали 2-бутинол и забутил алкоголя 3,9 мг на литр. Нормальный пропанол пропил алкоголь 2,9 мг на литр. И следы 2 пропанола. Различные высшие спирты по-разному влияют на вкус пива. Указывается, что их вкус более или менее горький. Когда Гарольду и сотрудникам удалось идентифицировать в пиве фенитиловый спирт, кто-то изучил его содержание в большом количестве сортов пива. И обнаружил от 10 до 40 мг на литр. Однако даже добавление 75 мг на литр спирта не оказало влияния на запах и вкус пива. В то время как в воде можно было обнаружить по запаху уже 4 мг на литр. Альдегиды и их производные. Из альдегидов в пиве преобладает ацетальдегид, который является нормальным побочным продуктом брожения. В молодом пиве было обнаружено 9 мг на литр ацетальдегида. А в готовом фильтрованном пиве 6,8 мг на литр. Энебу обнаружил в испытываемом пиве от 3 до 7 мг на литр ацетальдегида. При низкой концентрации присутствия в пиве ацетальдегида не проявляется ни в запахе, ни во вкусе. И наоборот, производные ацетальдегида главным образом диацетил и ацетоин являются опасными. Диацетил образуется не только в пиве, инфицированном педиококами или молочными бактериями. Некоторые расы пивоваренных дрожжей также способны его образовывать. Бургер считает нормальным содержание в пиве 0,2 мг на литр диацетила. 0,35 мг на литр диацетила и выше влияют на запах и привкус, делая их неприятными. Дрожжи обладают способностью восстанавливать диацетил в 2,3-бутандиол в стадии активного размножения. Более низкие концентрации диацетила, которые могут быть получены в пиве в результате редукции живыми дрожжами, равны 0,2 мг на литр. Авторы обнаружили, что в практике запах диацетила можно удалить из пива путем добавления свежих густых дрожжей от 0,5 до 1 литра на гектолитр. Сбраживаемый сахар повышает способность дрожжей восстанавливать диацетил, поэтому в практике видимая степень сбраживания не должна слишком приближаться к конечной степени. А именно, если пиво загрязнено г-позитивными педиококами или молочными бактериями. В пиве с завитками запах диацетила почти не встречается. Пиво, в котором появляется этот запах, следует перекачивать с более молодым. Ацетаин уже в небольшом количестве является причиной так называемого подвального затхлого привкуса пива. Считается нормальным содержание в пиве 1 мг на литр ацетаина. Концентрация от 2,3 до 5,3 мг на литр проявляется затхлым привкусом. Сложные эфиры Сложные эфиры образуются при брожении и дображивании пива из летучих и нелетучих кислот и спиртов в результате реакции катализированных ферментами из группы эстераз. Эти ароматические вещества характеризуются тем, что являются главной составной частью запаха букета пива. К нелетучим сложным эфирам обнаруженным в пиве относится прежде всего этилоктан, присутствие которого в пиве обосновано относительно высоким содержанием от 50 до 150 мг на литр уксусной кислоты. Энебо обнаружил в пиве от 10 до 21 мг на литр этилоктана. 0,8 мг на литр этилформиата и следы изометилоктана. Сложные эфиры нелетучих кислот Муравьиная, янтарная, малииновая, лимонная, виноградная, щавелевая с этанолом он определил от 39 до 52 мг на литр. Общее содержание сложных эфиров в пиве колеблется по джинарду от 35 до 83 мг на литр. При язовом брожении всегда образуется сложных эфиров меньше, чем при верховом. При брожении большую часть эфиров захватывает улетучивающийся углекислый газ. При брожении крепкого сусла с более высокой концентрацией и сусла, полученного с добавлением заменителей солода, сложных эфиров образуется больше. Пиво пирзинского типа не имеет выразительного букета и поэтому содержит очень мало сложных эфиров. Сернистые соединения Присутствие сернистых соединений сероводорода и меркаптанов считается основной причиной неприятного, незрелого вкуса молодого пива. Для синтеза органических сернистых соединений дрожжи используют серу из сульфатов, сульфитов и азотистых соединений, содержащих серу. Ученые изучали общее содержание серы во всем производственном цикле и обнаружили в сырье следующее количество. Данная таблица представлена на экране. Если брожение протекает медленно, то бродильные газы сероводорода переходят больше, чем при быстром ходе брожения. Содержание летучих меркаптанов при брожении снижается в то время, как при доображивании возрастает. Меркаптаны образуются при главном брожении и их содержание достигает при этом максимума около 60%. При использовании седиментирующих дрожжей в пиве содержится 0,97 мг на литр меркаптанов, а при применении пылевидных дрожжей – 0,5 мг на литр. Образование меркаптанов поддерживают взвеси, попавшие в сусло. Кислород, редуцирующие вещества ИРН. Кислород, содержащийся в сбраживаемом сумме, используется для дыхания уже в процессе размножения в начале брожения. Деклерк обнаружил в конце брожения остаточный кислород – 0,25 мг на литр. Редуцирующие вещества при брожении почти не изменяются и в связи с этим не имеют даже величины индикаторного временного теста. Окислительно-восстановительный потенциал РАШ при брожении снижается с 20 в исходном сусле до 11 в молодом пиве. Содержание изогумулонов и полифенолов. Содержание изогумулонов горьких веществ при брожении резко уменьшается. Мейлгард и сотрудники обнаружили уменьшение их на 9,4% при использовании дрожжей седиментирующих. И на 13,4% при применении пылевидным дрожжей. В сусле с исходным высоким содержанием изогумулона другие авторы обнаружили потери от 35 до 45 градусов. Указывается, что потери возникают в результате адсорбции этих веществ на дрожжах. И поэтому зависит от размножения клеток. Последующие потери возникают вследствие увлечения изогумулона бродильными деками вместе с пузырьками углекислого газа. Полифенольные и дубильные вещества также уменьшаются при брожении. И потери достигают 1,3%. Цвет пива. Пиво всегда имеет менее интенсивную окраску по сравнению с исходным суслом. Потеря цвета связана прежде всего с более низким PH бродящего сусла. При котором красящие вещества сусла, меланоидины, приобретают более светлый цвет. Одновременно часть красящих веществ адсорбируется на поверхности дрожжей и на пузырьках углекислого газа, которые поднимаются к деке. Под эклерку сусла наиболее сильно обесцвечивается в результате роста кислотности. А именно уже с начала брожения. Меньше влияние оказывает удаление углекислого газа и самая меньшая редукция. Адсорбцию красящих веществ на поверхности дрожжей этот автор считает спорной. Светлое молодое пиво по сравнению с исходным суслом имеет цвет ниже на 0,2-0,3 мл ноль однонормального раствора йода. У тёмных сортов пива это снижение из-за интенсивного цвета не так заметно. Вы посмотрели видео о процессах протекающих при брожении. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий с вопросами. Следующее видео будет посвящено наконец-таки главному брожению. На главное брожение мы потратим скорее всего больше одного видео, потому что это довольно обширная тема. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok